Снова здравствуйте дорогие друзья! Искренняя вам благодарность за активность под нашими роликами, за лайки, за комментарии, за репосты. Всех вам благ, долгих лет, хорошего настроения. Хочу прочесть вам всего три крайне познавательных заметки. Из аналитической записки пишет Низыгарь. Первое. Денис Мантуров, наш богатейший министр, министр промышленности и торговли, на встрече в Американо-российском деловом совете. Это вот у нас сейчас жесткие такие переговоры проходили с Америкой, да? Вот на этом фоне. Что же говорил Денис Мантуров на встрече в Американо-российском деловом совете? И руководителями ведущих американских корпораций высоко оценил рост взаимного товарооборота по итогам 2021 года, который позволяет США оставаться одним из главных инвесторов в российскую экономику. По словам министра, в январе-ноябре общий объем возрос до 31 миллиарда долларов. При этом российский экспорт увеличился на 62%, а импорт из США на 28%. Однако, структура взаимных поставок свидетельствует, что российский экспорт по-прежнему имеет сырьевой характер и призван обслуживать потери США от роста цен на металлы, углеводороды, водоросшие затраты на наращивание и обеспечение военного присутствия в новых регионах мира. Низыгр, вы вообще понимаете, что здесь написано, что я вам читаю? Дорогие друзья, Низыгр близкий к администрации президента, признает, что да, за счет российских ресурсов оплачивается американская стабильность, за счет российских ресурсов, благодаря таким как Мантуров, Набиулина, Силуанов и вообще путинская верхушка, оплачивается в том числе в обеспечении военного присутствия в новых регионах мира, а также поддержка высокотехнологичных отраслей американской промышленности, наибольший прирост экспорта России в США, топливо минеральное, нефтепродукты перегонки, рост на 2 миллиарда 847 миллионов долларов США, черные металлы, почти 400 миллионов долларов США, алюминий, 341 миллион долларов США, удобрения, 333 миллиона долларов США, медь и изделия из нее, 160 миллионов долларов. Третье. Россия ввезла из США за 9 месяцев в основном машины, оборудование и сельскохозяйственное сырье. Вдумайтесь. Россия из Америки закупает сельхозсырье. А великая аграрная держава Россия покупает в Америке сельскохозяйственное сырье. Машины, оборудование и транспортные средства 36,46 от всего импорта России из США, высокосехнологичная химическая продукция 19%, продукция сельскохозяйственного значения 3%. Такие структурные перекосы взаимной торговли свидетельствуют, что политика импортозамещения, в том числе через закупку воспроизводимых технологий, новейших образцов техники, за которые и был ответственен Минпромторг, не определяет заданность внешнеторговых приоритетов в отношениях с США и балансирует на грани провала. В смысле, балансирует на грани провала. Ребят, это откровенный провал. Несмотря на всю их, на всю браваду, на то, как они пыжат, застроят из себя великих и успешных, вот она реальность. Импортозамещение провалено, никакого суверенитета у России нет, даже сельскохозяйственное сырье мы завозим из США. Вторая статья. Вам понравится. Антискрепы пишут. Новость о том, что на юге Вьетнама начали курсировать 100 автобусов малого класса Газель Next City Line, производство газ, а не корейские или китайские машины, породило ряд грустных вопросов о поддержке несырьевого экспорта. Подождите, мне вот сразу же хочется остановиться на вступительном абзаце и спросить, просить, пожалуйста, на кой нам экспорт развивать. Давайте вы сначала вот этими газельками новенькими оснастите все скорые помощи, потому что во многих регионах скорые помощи это трухлявые, ржавые корыта. Может быть мы сначала себя научимся обеспечивать. Не экспорт, это конечно хорошо, замечательно. Но внутренний рынок вы можете освоить, чтобы не из Америки эти машинки нам привозили, а чтобы мы сами их делали, хорошие, качественные, надежные. Первый вопрос. Как долго экспортное развитие России будет вестись усилиями отдельных производителей, а не на уровне государственных программ, которые дали бы зеленый свет российской продукции на новых рынках? Львиная доля российского автоэкспорта все еще идет на рынке СНГ. Это далеко не тот результат, который можно было бы назвать значимым для того, чтобы в конечном итоге высокотехнологичный экспорт стал наравне с сырьевым. Ну, вообще-то Вьетнам это тоже не лучший экспортный рынок. И 100 газелек на Вьетнам, он маленький, но он очень густонаселенный. Сколько там? Там население Вьетнама, оно же больше, чем население России. И там всего 100 машинок ездит теперь. Это ни о чем. Второе. Почему в условиях угрозы новых санкций мы не расширяем свое присутствие в дружественных и нейтральных нам странах Вьетнам, Куба, Никарагуа, Египет, не только на уровне отдельных производителей, как с Вьетнамом, а на уровне государственной политики? Например, при экспорте в Египет наша машина будет облагаться пошиной в 30-40% от ее стоимости, а машина, произведенная в Евросоюзе, по ставке 0%. Почему? Хороший вопрос, но еще лучший вопрос, а почему машины, которые к нам сюда ввозятся, дорожают во сколько там? В полтора раза, даже больше. Кто интересуется автомобилями, кто автолюбитель, напишите в комментариях, на сколько процентов дорожает машина, которая ввозится в Россию? Там какие-то накрутки бешеные. За класс, за литраж, за марку. Ну, короче говоря, автомобили в России стоят дороже, чем те же марки, те же модели во многих других странах. Третий вопрос. Конкурентоспособность любой отрасли определяется ее экспортной составляющей. То, что российские машины уже могут конкурировать на крупных рынках, достижение для российского автопрома. Но почему Россия не расчищает себе место на рынках, например, с соглашениями о зонах свободной торговли или другими способами? Например, в Китае, где в прошлом году впервые было экспортировано более 2 миллионов автомобилей. Автопром объявлен промышленным приоритетом. Активно применяются прямые и косвенные налоговые субсидии и льготы. Китайские представители прилагают массу усилий для продвижения национальных автобрендов по всему миру. Характерный пример – включение в российскую госпрограмму субсидирования приобретения автомобилей китайских машин. То есть, наши машины мы производить не можем, но есть государственная программа, что мы обязаны делать скидку, субсидировать точнее, за бюджетный счет давать скидку при закупке китайских машин. Это феерия. Будет ли в нашем правительстве сформирован подход к экспорту высокотехнологичной продукции как стратегическому направлению? В структуре российской власти есть множество организаций, так или иначе ориентированных на поддержку российского экспорта. Но, как это часто бывает, у семи нянек дитя без глазу. А прогрессивный японский, корейский и китайский опыт развития автоэкспорта не изучается и уж тем более не применяется. Если Олегу Дерипаске и Газу однажды надоест в одиночку бороться с мировыми автогигантами, с чем останется российский экспортно-ориентированный автопром? С голым задом не хотелось бы. Слушайте, если Китай экспортирует 2 миллиона автомобилей, а мы радуемся тому, что во Вьетнаме появилось 100 газелек, сложно говорить о том, что Олег Дерипаска, будучи директором, владельцем газа, что-то особого добился. Да, это просто провал. Это провал, это позор. И нам придется воссоздавать экспортно-ориентированные отрасли экономики практически с нуля. Если у нас вообще будет такая возможность. Потому что, судя по всему, мы окончательно закрепляемся как подстилка Китая. Третья статья. Россия – это газовая страна. Мы владеем огромными запасами недорогого экологичного топлива. Вместе с тем, у нас доля газового автотранспорта все еще не превышает 2% от всех автомобилей по стране. Да, мы и нефтяная страна. Но такой парадокс объясним, пожалуй, только лишь тем, что мы не умеем ценить свои преимущества и с ними работать. Еще в 2013 году, 9 лет назад, президент Путин ставил задачу по переводу на экологически чистое газовое топливо половины парков коммунальной пассажирской техники городов. И сегодня газовые грузовики автобусы в России выпускают, заправки строят, совещания правительства проводят, создают все условия. А где этот транспорт в регионах? Почему губернаторы не спешат переводить, как минимум, пассажирские машины и коммунальные на газ? У нас, если во двор заезжает мусоровоз, то нужно закрывать все окна, потому что дизельный выхлоп от него разносится на всю округу. Автомобили и автобусы на природном газе по уровню выбросов – это класс евро-6. А в России 60% грузовиков и 40% автобусов не дотягивают даже до евро-2. Это те самые канцерогенные выхлопы, которыми мы дышим и потом болеем раком. Может быть, надеемся, что улучшить экологию России поможет Илон Маск с его электромобилями? Это вряд ли. А вот с нашим природным газом, который у нас есть в недрах, и газом, имеется в виду, Дерипасковским автоконцерном, который в Нижнем Новгороде выпускает газовые автомобили, мы вполне можем опередить всех по показателям улучшения экологической обстановки. Нам нужен газ, да не тот. Вот, пожалуйста, три заметки по одной и той же теме. Великое путинское успешное прорывное импортозамещение. Денис Мантуров счастливо рассказывает, как у нас с американцами растет товарооборот. Мы продаем больше им, они продают больше нам. Но если присмотреться, выясняется, что этот товарооборот обеспечен тем, что как вот конкистадоры, колонизаторы приплыли в Америку. Давайте, несите нам золото, серебро, мы вам дадим какие-нибудь цветные стекляшки. Мы отдаем свои ресурсы, в первую очередь нефть, газ, металлы, отдаем лес, отдаем уголь. Они нам взамен машины, оборудования, высокотехнологичные, разного рода устройства. Продукция промышленности высокого передела. Мантуров, который как раз и отвечает за промышленность, отвечает за то, чтобы у нас все импортозаместилось, и мы не закупали это в Америке, и меньше продавали сырья, сами бы его использовали. Его все устраивает, он всем доволен, он считает себя успешным, замечательным министром. Вторая статья была посвящена тому, что у нас целых 100 газелек теперь ездит по улицам Вьетнама. Друзья, это вот достижение 20-летнего путинского правления. Ну и третья, наконец, а почему это, несмотря на то, что больше 8 лет, почти 9 лет назад, была принята государственная программа замещения вот этих плохих, чадящих, ужасно вонючих бензиновых, дизельных автомобилей на перспективные газовые, очень экологичные, на 4 уровня выше экологичность у газовых автомобилей, чем у многих наших дизельных, но нет, это тоже не сделано. Провал по всем направлениям. Вот реально, то, что мы сейчас наблюдаем, это обнуление истории Михаила Хазина и многих других экспертов, которые говорят, что Россию ждет место на Новой Ялте. Усядутся Россия, Америка и Китай и будут решать, кому какая зона мира отходит. Друзья, Россия не может претендовать ни на что. У нас все потеряно. Да, у нас есть ядерный щит, который будет надежно прикрывать китайские тылы. И не более того. Где наши успехи? Хотя бы по самообеспечению, я не говорю по захвату мировых рынков. Оружие у нас меньше покупают. Высокие технологии мы не выпускаем, у нас их не покупают. Кроме сырья нет ничего. Ах да, великие эксперты нам сейчас возразят. Добыча нефти это высокие технологии. Вот те места, которые добываются где-нибудь там в Ливии, когда можно выкопать яму глубиной 2 метра и там уже нефть и ты можешь ее ведрами черпать. Такого в России давно нет. Сейчас это сложные математические расчеты, модели, где же эта нефть находится, на какой глубине, как туда пробуриться, обойти всякие разные породы. В общем, да, это наука. Еще у нас есть ядерная промышленность мощная, мы можем строить электростанции. И вот сейчас, например, решается вопрос про криптовалюты. И выясняется, да, мы решили, что все-таки у нас будут разрешены криптовалюты и они будут облагаться налогом. Власти решили, что можно собирать триллион рублей налогов с криптовалют. Это очень приличные суммы. И в связи с этим криптовалютчикам дадут доступ к избыткам нашей электроэнергии. Слушайте, мы живем в капитализме. Капитализм это типа рыночек. Если у вас есть избытки электроэнергии, то вы должны ее продавать по дешевке, правильно? Если у вас слишком большой урожай, вы не успеваете его сами съесть, вы не успеваете его закатать в соленые маринованные огурцы, вы боитесь, что он пропадет, вы начинаете продавать огурцы по дешевке. Ну пусть я много не заработаю, но хоть не обидно, это же мой урожай и так далее. Если у вас есть большое предложение, много электроэнергии, а куда она девается, простите? Если мы сейчас готовы эту электроэнергию по дешевке предоставить майнерам, криптовалютчикам, то почему эта электроэнергия не давалась нашим людям? Потому что нашим людям не положено что-то давать, что-то ждать от этой системы, от этого государства. Спасибо, друзья, за просмотр. Вот это путинская реальность, это итоги его правления. Миллион человек по итогам прошлого года у нас, естественно, убыль населения. Ну и со всеми вытекающими. Вместе мы сила, вместе мы победим и отстроим заново великую, независимую, богатую Россию. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин